Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я вел такие уже традиционные курсовые работы, производственную практику, связанные с нашим проектом разработки свободного программного обеспечения. И последние два года мы попробовали еще некоторые новые направления, связанные с СПО-проектами, которые были в какой-то степени по инициативе ВУЗа. Но сначала про традиционное направление. Есть проект с открытым исходным кодом, который я веду. Но раз уж здесь на этой конференции возникла тема коммунды, давайте я чуть-чуть скажу про проект. То есть изначально предшественником и нашего проекта РУНВФЕ и коммунды был один и тот же проект. Он назывался GBPM. Таких проектов, посвященных системам управления бизнес-процессов, 20 лет назад было много. Я их анализировал, и у этого проекта мне очень понравилась архитектура. Я даже хотел войти со своей командой в разработчики этого проекта. Написал, соответственно, организаторам проекта. И предложил, что мы будем помогать его разрабатывать. Но мне через некоторое время ответили, что вы пишете слишком много кода. Мы не хотим его разбирать, брать на себя ответственность. И создавайте свой проект, и будем дружить. Я тогда им написал, хорошо, давайте мы сделаем такой проект GPPM, дополнительные компоненты. Но нам ответили нет, значит, вот наше название не используйте, назовите как-то еще. И таким образом появился проект РУНВФЕ. Потом была длительная эволюция проекта GBPM. В конце концов появилась коммунда. Но она идеологически основана примерно на тех же самых принципах, которые были в начале GBPM. И поэтому, соответственно, коммунда на наш проект похожа. Но наш проект не использует никакие вот эти закрытые какие-то части с какими-то кодами, подписями. И поэтому, если кому-то коммунда перестала нравиться, приходите к нам. Соответственно, все должно очень легко перейти. Но, собственно, про студентов. Значит, это в основном вот в НИУ, в ВШЕ, вот эти вот проекты и работы. Там студентам эти курсовые предлагаются. Они сами выбирают, значит, какую курсовую они хотят, соответственно, писать. Использование СПО здесь сильно облегчает дело. Потому что им выкладывается сразу вот эта вот информация, где находится код, где документация. Соответственно, они могут все вот это вот посмотреть. Дальше формулируется задача. Обычно это разработка какой-то функциональности, довольно такой законченной, вот какой-то обособленной. Вот здесь вот пример. Мы реализуем некоторую функциональность системы управления бизнес-процессом. В данном случае это некоторый элемент. Его надо реализовать и в клиенте, и на сервере. И сделать так, чтобы это вообще работало в целом. Если код получается хорошим, мы его берем, соответственно, в проект. Вот здесь вот несколько примеров. Соответственно, какими могут быть задания на курсовую работу. Соответственно, вот здесь вот плюсы именно открытого кода. То есть, ну, первое, это студент вообще, значит, как бы может решить, интересно ли ему это вообще заниматься и по силам ли. Ну, также, значит, и другое, это технически намного проще, никакие бумаги там не надо подписывать. Ну, и так далее. Но, значит, в какой-то момент времени я подумал, а велика ли здесь роль вообще вот именно свободного кода. Может быть, это не так уж важно, что он свободный код. И в последние два года я дал два направления курсовых работ, не связанные с открытым кодом, потому что партнеры, которые вели вот, собственно, вот эти вот направления промышленные, они не готовы были вот с открытым кодом связываться. И оказалось, что это пошло очень тяжело. Очень тяжело. И, в частности, были, так сказать, двойки за, так сказать, курсовые переносы на осень. Значит, вот в школе экономики отказы, даже смены курсовых работ, что, в общем, было как-то, в общем, довольно как-то так, конечно, неприятно. И студентам тяжело, и тем, кто с ними вот занимается как-то. Значит, и в основном это было связано с тем, что студенты изначально по тем формулировкам, которые давались, они не понимали, что это за именно работы, которые им надо, так сказать, выполнить. Вот в отличие от, так сказать, проекта с открытым кодом. Когда они вот понимали, что на самом деле надо сделать, многие из них говорили, ой, мы этого не хотим, это слишком сложно, это вообще на самом деле не то, что я подумал в самом начале и так далее. То есть, по-видимому, некоторая объективная часть в том, что дается проект СПО, и это проще для того, чтобы студент выполнял курсовую работу, по-видимому, в этом есть. Да, вот, теперь в финансовом университете. Здесь немножко ситуация другая, там немного другой подход. Здесь студенты, они не совсем сами выбирали курсовые работы, но формально вроде бы как сами, на самом деле не совсем. И здесь есть некоторый интерес ВУЗа, он связан с двумя направлениями. Это вот такое движение стартап как диплом и организация временных творческих студенческих коллективов. И, соответственно, в обоих случаях я предложил это сделать при помощи СПО. Значит, да, вот стартап как диплом, это могут быть какие-то такие бизнес-направления, вот в каких-то направлениях, которые появились в последние годы, где студенты, в принципе, могут сделать что-то такое востребованное. Ну, например, вот появилось массовое использование вот этих вот гаджетов, так сказать. И из-за того, что у каждого человека есть вот мобильное устройство, можно делать некоторые такие социальные проекты, вот как, соответственно, в МИГАЭК нам предложили. Если несколько человек вот из разных точек наблюдают где-нибудь далеко там пожар или там что-то еще, а туда добраться там нельзя, там река, например, какая-то, то они могут это сфотографировать вместе с какими-то известными объектами. Система посчитает углы, и если разные люди, находящиеся в разных точках, войдут в один сервис и, так сказать, туда вот эти фотографии некоторым образом поместят, то тогда система определит координаты вот этого явления и, соответственно, всем покажет прямо на карте. Вот. Ну, и еще вот несколько таких, значит, проектов, где теоретически студенты могут что-то такое сделать, потому что это на бытовых устройствах, что раньше были такие специализированные комплексы, там, вот какие-то всякие теодолиты, там, и так далее. Вот. И, соответственно, вот такие вот темы были предложены. Значит, здесь я предложил сделать это на опенсорсе, потому что и некоторую преемственность попробовать организовать, что студенты все делают один проект, то есть более старшие студенты включают в него более младших, и в любой момент любой студент может сделать, соответственно, свою ветку, значит, и на ее основе сделать собственный стартап, на который получить права собственности. Вот. Значит, но и вроде бы такое интересное, так сказать, направление там, но результаты, значит, как-то оказались, в общем, сложными, потому что там вот студенты, они вот всячески старались от этого как-то откосить, вот получить свои баллы, отметку и вообще, так сказать, об этом забыть и больше не вспоминать. И вообще что-то их не волновало, ни эти, ни стартапы, ни, так сказать, там, вот. Значит, какая-то преемственность, ну, попробовали мы сделать, но тоже вообще вот никто не хотел, вот даже если его помещали вот в разработчики предыдущего проекта, в общем, так сказать, пока это вот как-то не взлетело. Значит, значит, но вузам эти направления вот как-то интересны, и может быть с течением времени как-то удастся, так сказать, найти вот какой-то, какой-то вариант, при котором это как-то, так сказать, как-то покатит. Вот. А тут еще у меня там что-то пару минут осталось. Я тут подумал и хотел вот немножечко на другую тему, это вот Георгий Курячий там пару лет назад делал тут доклад, значит, вот про копипасту, и то, что она неистребима, я этот доклад тогда прослушал, и вот я студентов-то когда учил, я несколько рекомендаций попробовал использовать из того, что были даны вот во время обсуждения, так сказать. Вот. Во-первых, я как-то считал, что все-таки с копипастой надо как-то пытаться бороться, но такими косвенными способами, потому что даже если студент нашел чужое решение, разобрал его там полностью и так далее, это совершенно не то же самое, что если студент это придумал изначально с нуля. Потому что придумать вот, когда ты вообще не знаешь, как, в какую, значит, в какую сторону думать и вообще как вот это сделать, это намного труднее, чем когда ты знаешь, что решение уже есть и просто вот разобраться, как оно, так сказать, сделано. И придумать самому это, в принципе, полезнее для развития, так сказать, студента. Вот. Значит, в частности, я здесь брал какие-то задачи классические, но давал их в неклассической постановке с какими-то особенностями. Так, чтобы классический алгоритм, чтобы его было недостаточно реализовать. И вот. Что-то у нас тут. Да. Значит, вот здесь вот примеры результатов выдачи студентов для последовательности цепочки решения задач. Вот классический алгоритм дает первое число, это семерка. А вот остальные ответы, это некоторая модификация вот этого алгоритма, которая не классическая. И, соответственно, вот здесь вот достаточно хорошо ловится заимствование. При этом мы можем здесь примерно так вот оценить, вот какой процент студентов, которые, так сказать, не самостоятельно решение делают, а как-то заимствуют. По расспросам студентов, значит, они говорили, что, значит, для решения вот, они обращались к искусственному интеллекту, утверждают, вот там студентка пишет, я ни у кого не списывала, я делала сама. Но потом выяснилось, что она, значит, все это закинула в чат ГПТ. Вот. И другие студенты тоже некоторые закинули в чат ГПТ, и он им дал один и тот же алгоритм, который, соответственно, вот здесь вот ловится, потому что он был неправильный. А кто-то говорил, что он нас так оверфлоу нашел, там код какой-то. Вот. Но, соответственно, вот в некоторых случаях, значит, вот как-то это поймать можно. Как-то это поймать можно. Ну, собственно, у меня все, я вот готов ответить на вопросы. Спасибо большое, можно задавать вопросы. Андрей, спасибо за доклад. У меня и, собственно, и к финансовому университету, и к диплому как стартапу ровно один вопрос. А детям кто-то пытается объяснить разницу между целями и средствами? Потому что в итоге получаются взрослые дебилы, которые деньги, которые в русском языке называются средства, принимают за цели. И которые творят совершенно чудовищные вещи в погоне за тем, что является средством для человека, который ходит на ногах, а думает головой, а не наоборот. Финансовый университет, он очень большой. Я к тому, что вот кто-то им пытается на этих примерах, что смотри, ты спишешь, чему ты научишься этим, с чем ты отсюда выйдешь, за что ты заплатил свою жизнь. Там если вот заочники, вечерники, они многие говорят, знаете, мне вообще все это не нужно, мне вот нужен диплом, желательно диплом айтишный, чтобы меня не призвали, куда всех призывают, а с дипломом айтишника не призывают. И вообще мне нужно высшее образование, а я уже работаю, занимаюсь другим, и значит, вот так сказать, я говорю, слушайте, ну пошли бы вы вообще вот просто в другой вуз учиться там и так далее. Они говорят, а мало где есть заочное отделение, вот так сказать, мне удобно, так сказать, и типа я плачу вообще большие деньги, и типа вот не трогайте меня. И вот вообще, так сказать, ну это вот есть часть такая студентов, там тоже. Куша. Но финансовый университет большой, есть же там финансисты настоящие, а это кафедра анализа данных и машинного обучения, вот айтишного факультета. У меня вопрос такой комбинированный, он буквально еще обращенный к предыдущим докладчикам получается. Может быть, с вашей стороны вы можете прокомментировать этот момент, что возможно и в вашем университете есть те же самые направления бизнес-информатики, причем они разные, вот ребята показывали, что там разные направления. Я вот не услышал как раз ничего такого, чтобы использовались вот такие вот бизнес-процессы в направлении эти бизнес-информатики. У вас такие направления, они к вам приходят, чтобы взять… Да, сейчас, но подождите, вот это другие студенты, вот это вот разработчики, это программисты. Я еще веду у бизнес-информатиков в основном в Миссисе, но в финансовом университете я у бизнес-информатиков тоже иногда провожу там мастер-классы, но это другое, это построение бизнес-процессов и так далее, это разные специальности, там, так сказать, разные приемы и так далее. Вот это вот про программисты. Я и говорю, поэтому вопрос комбинированный. Есть ли какая-то комбинация между программистами, которые делают сами возможность создания этих бизнес-процессов и теми, кто использует эти бизнес-процессы в качестве создания бизнес-процессов? То есть приходят ли студенты, которым нужно создавать бизнес-процессы, к разработчикам, которые могут добавить им возможности создания этих бизнес-процессов? К сожалению, они как-то сильно разные, бизнес-информатики и программисты. И по сравнению с программистами, с бизнес-информатиками все как-то сложнее. Они какие-то менее активные, более скучные. Из них вообще кого-то найти, кому вообще интересно что-то делать, там процент меньше. Студенты разные. Спасибо большое за доклад.